Многопрофильный консультационный пункт начал свою работу. По графику ровно в шесть вечера специалисты уже ждали жителей города. Последние, к слову, проявили активность. На встречу приходили и поодиночке с личными проблемами, и по несколько человек, представители от улицы или дома. Вопросы рабочие, в их числе водоснабжение. Брещанка Валентина в результате семейных неурядиц и раздела дома осталась без воды. Женщина просит помочь ей найти выход из непростой ситуации. Я два года без воды у людей брала. Не помыться. Огород поливать не поливаю, потому что у меня все пропадает. Все. Одни помидоры немножко оцелели и капуста. Чтоб воды мне как-нибудь врезку делать, миленькие, я целых шести лет живу там. Вода стала причиной обращения еще нескольких жителей микрорайона. На некоторые вопросы ответы получили сразу. Были ситуации и просьбы, требующие детального рассмотрения, но ни одно из обращений не осталось без внимания. Честно отвечать на вопросы, объяснять положение дел, не обещать того, чего выполнить не сможешь, но если сказал «сделаю», то сделать обязательно. Такой подход к проведению подобных встреч практикует глава администрации Геннадий Борисюк. Проблемы, которые существуют и с которыми обращаются жители этого района, они типичны для нашего города. В принципе, все это знают, и руководство города Александр Степанович Рогачук. Мы подчеркиваем, что да, у нас есть определенные проблемы по подтягиванию инфраструктуры пригородов города. Березовка, Задворцы, Козлович, если брать, Ленинский район. И поэтому выработана определенная политика в городе, чтобы мы, может быть, не решили проблемы сразу и везде, а брали отдельные улицы, наиболее значимые, наиболее востребованные, и решали комплексно проблемы, и дальше пошагово, потихоньку, эти проблемы решали в отдельных районах. Что касается Березовки, то совсем скоро апгрейд ждет улицу Строительную, ту, что ведет к 32-й школе. В этом году принято решение навести порядок на улице Строительной, которая идет в школе, здесь в детские сады, она наиболее заполненная, очень большой трафик детей, поэтому решено. Говорили на встрече и о дополнительном образовании детей и молодежи, детских площадках, содержании территорий у домов. Были вопросы, относящиеся к правоохранительной сфере, а также к социальной защите. Нам обратились две гражданки, проживающие в Ленинском районе. Их интересовало то, какими социальные услуги оказывает территориальные центры. Какую помощь, какие виды помощи мы можем оказать. В общем-то, мы им предложили услуги, которые предоставляются у нас в отделении социально-психологической поддержки лиц пожилого возраста. Практика проведения подобных встреч будет продолжена. Дату и место всегда можно уточнить у специалистов и на сайте администрации района. Анастасия Островкова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.